В Ленском районе превышен уровень заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Общий же показатель не превышает нормы. Более ста вакантных рабочих мест в Хангаласском районе ведут активную работу по трудоустройству населения. Огненное шоу в ДК Кулаковского и Асохоево в аэропорту. В Якутск прибыл королевский балет Грузии. Здравствуйте, в эфире новости в студии Василия Раченко и главным новостям этого часа. В Ленском районе эпидпорог ОРВИ и гриппа у детей в возрасте от 7 до 14 лет превышен на 21%. В целом же по району ситуация остается на уровне нормы. Чтобы не допустить распространения болезней, главврач предложил вести ряд ограничительных мероприятий. Что касается статистики по республике, в целом, по данным еженедельного мониторинга, с 19 по 25 февраля отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости ниже показателя предыдущей недели на 13,5%. Из числа заболевших более 85% приходится на детей до 14 лет. Среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения от 3 до 6 лет. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора Якутии. С июня этого года рецепты могут начать выписывать в электронном виде. Минздрав России подготовил новый порядок назначения лекарственных препаратов и оформления рецептурных бланков. Как сообщили в Минздраве, в приказ внесены новые нормы по оформлению рецепта на лекарственный препарат в форме электронного документа, который подписывается с использованием усиленной квалификационной электронной подписи врача. Онлайн-выписки будут выдаваться с согласия пациента или его законного представителя, но рецепты старого образца пока отменять не будут. Цитата «Во всем мире работают электронные рецепты. Это удобно и практично», подчеркивает директор Института экономики здравоохранения НИУ Лариса Попович. Минтруд России решил повысить пособие по безработице и упростить его получение. Законопроект позволит повысить минимальную и максимальную величины пособия по безработице, которое устанавливается ежегодно правительством России, и упростить условия признания гражданина безработным. При этом документ коснется также условий назначения выплат и сроков выплат. В ближайшее время законопроект будет размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативно-правых актов, сообщили в пресс-службе Министерства. Тем временем в Хангалском районе в различных сферах деятельности открыты 108 вакансий. Центр занятости трудоустраивает нуждающихся в работе в различных отраслях, начиная со сферы культуры до нефтегазовой и алмазодобывающей промышленности. В объявлении трехлетия труда планируется ряд мероприятий, связанных с трудоустройством населения. Подробности в сюжете Сергея Ильиной. Илья Петров из Покровска долгие годы проработал на зверофирме. Когда он потерял надежду на то, что дела в хозяйстве войдут на поправку, уволился и решил стать на учет в Центре занятости. И неожиданно сразу нашел другую работу. Всего за 2017 год в Центре занятости населения в Хангаласском Улусе обратились 1386 человек. Из них трудоустроено 671. В феврале состоялась встреча со студентами с ЛВФУ, где большое количество человек изъявили желание трудоустроиться в Хангаласском Улусе. Вакансии для молодежи предлагаются в разных сферах деятельности. В настоящий момент в Центре занятости населения Хангаласского Улуса состоит на учете 535 человек. Из них 461 человек имеют статус безработного. В 17 февраля на молодежном фестивале Улуса Сомогол был официально открыт год содействия занятости Республики Саха-Якутия в Хангаласском Улусе. В данный момент в Центре занятости имеется 108 вакансий из 26 предприятий. Вакансии имеются у нас в сфере культуры, в сфере образования, в сфере медицины и в исправительных колониях. В год содействия занятости в 2018 году планируется повышение трудоустройства молодежи на промышленных предприятиях, организацию профессиональной подготовки, занятость инвалидов. Сарглана Ильина, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Конституционный суд Республики по заявлению народного депутата Якутии Владимира Федорова сегодня рассмотрел дело о конституционности постановления правительства Якутии. Оно устанавливает правила регулирования предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогических работников образовательных организаций. Народному депутату с просьбой рассмотреть этот вопрос обраделись в профсоюзные организации образовательных учреждений. Согласно постановлению, на сегодня социальные выплаты получают лишь работники образовательных организаций, а руководители и заместители образовательных учреждений лишены социальной поддержки. Конституционный суд Республики по заявлению народного депутата Республики Сахар-Якутия Владимира Федорова рассмотрел дело о конституционности постановления правительства Республики, которое устанавливает правила предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности, и который при этом не предусматривает этих выплат иным работникам системы образования, а именно руководителям образовательных организаций и их заместителям, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках. Конституционный суд публично огласит решение по данному делу 21 марта текущего года. Королевский балет Грузии прибыл в Якутск. Накануне большая труппа из 32 человек прибыла в Якутию. Сегодня в Доме дружбы народов имени Кулаковского они представят уникальное танцевальное шоу «Огонь Грузии». Королевский национальный балет Грузии под руководством Гелы Пацхишвили и Майя Кикнадзе выступают на сцене уже более 30 лет. Он представит эффектное танцевальное шоу с демонстрацией удивительной техники. Их ритм движения и мастерство исполнения отражают в полном смысле название программы «Огонь Грузии». Примечательно, что артисты по прибытию станцевали Асохой прямо в аэропорту Якутска. Сегодня Международный день полярного медведя. О том, как в ленинградском зоопарке поживает дочь Ломоносова и Колымы, белая медведица Харчана, расскажет Айсена Бурнашова. В разных странах мира и регионах России можно встретить белых медведей с петербургскими корнями. Некоторые уезжают из ленинградского зоопарка навсегда, а некоторые приезжают обратно. Например, как медведица Харчана. Сейчас Харчана значительно выросла. Тогда, в декабре, после переезда из Якутска, ее вес составлял 140 килограмм. Сейчас же медведица больше на 20, а то и на все 30 килограмм. Ребенок растет, ей уже чуть больше, чем год, даже год и три месяца, поэтому это нормально. Тем более, в период зимовки они набирают активный вес. К двум годам Харчане увеличат объем питания до 7 килограмм мяса и рыбы в день. Сейчас она ест половину того, что едят взрослые медведи. В утреннем рационе медведицы присутствуют и овощи, и фрукты. Как и прежде, Харчана с удовольствием ест морковку и яблоки. Во второй половине дня мы даем ей мясо или рыбу. Вот сегодня у нас как раз мясной день. Харчана пока обитает в своем прежнем вольере. Переезд в новый дом у медведицы планировался этой весной. Она должна была поселиться по соседству со своей бабушкой Усладой. Но из-за небольших изменений в комплексе «Белые медведи» переезд пришлось перенести. Решили полностью реконструировать, теперь там еще потребуется и дополнительно по новой его облицовывать, поэтому чуть позже, где-то, ну, наверное, к лету все-таки. Харчана очень шустрая. В ее трехкомнатном домике, помимо спальни и игровой, также расположена комната с бассейном. И если сильные петербургские морозы хорошо сказались на самой медведице, то бассейн просто замерз. Самочувствие у Харчаны прекрасное, она всегда рада посетителям. Отметим, что в Петербурге ее многие называют «Снежинкой» и «Медведица» откликается. Но все же имя Харчана, выбранное для нее всей республикой, ближе и дороже всего. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург. Российскую сборную по хоккею не лишат золота за исполнение гимна страны. Международный олимпийский комитет с пониманием отнесся к исполнению спортсменами национального гимна во время вручения золотых медалей в Южной Корее и не будет налагать на Россию никаких санкций. Цитата. «Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золото и медали в необычных обстоятельствах», сказано в сообщении комитета. Так что опасения оказались напрасны. Напомню, что сборная Советского Союза и сборная России до этого момента не выигрывала золото в хоккее с шайбой после Олимпиады 1988 года. Во время вручения награды, вопреки запретам МОК, вместе с хоккеистами национальный гимн пили все болельщики России в зрительном зале. В свою очередь компания «Алроса» поздравила российских хоккеистов с долгожданной победой на Олимпийских играх. Необычное поздравление из алмазной крошки выложили в экспозиционном зале Центра сортировки алмазов «Алроса» в городе Мирном. На ее создание ушло более 10 тысяч драгоценных камней весом до одного карата, сообщили телеканалу «Якутия-24». В пресс-службе компания «Общий вес композиции» составил примерно 4 тысячи карат, что составляет 800 граммов. На ней изображен хоккей с шайбой. Рядом надпись «Спасибо за победу». В Мирном сойдутся сильнейшие спортсмены республики. В эту субботу, 3 марта, в столице Алмазного края пройдет первый открытый турнир по масс-рестлингу на призы главы города. Как обещают организаторы, турнир станет новым этапом в развитии этого вида спорта в Мирненском районе. Подготовка мирненских спортсменов проходит в детско-юношеской спортивной школе. Именно здесь, с 2011 года, находится единственная в районе секция масс-рестлинга. Национальный вид спорта предпочитает молодежь. Сегодня это около 50 спортсменов. Один из них, Владимир Михайлов, будет отстаивать честь Мирненского района в предстоящем турнире. К соревнованиям он готовится каждый день. В понедельник ноги, а в вторник штанги бросаю, а потом в середине иногда кроссфит, и нарт плываю. И в четверг садимся на помосе, на технику изучаю. Ну, в воскресенье у нас схватки бывают. Ну, кто сильнее на этом зале. Мирненский район также представят масс-рестлеры из поселка Орылах и пауэрлифтеры из Айхала и Удачного. Несмотря на то, что прием заявок еще не закончен, принять участие в турнире уже решили около 80 спортсменов. До 28 числа уже будет полностью определено, кто будет участвовать. Ну, мы ожидаем, как бы, в ближайшие районы к нам, да, кто будет. Ну, уже точно будут гости из Якутска, Верхневилюйска, Сонтар. Участники турнира на призы главы города – это мужчины 2000 года рождения и старше. Они будут соревноваться в четырех весовых категориях – 70, 80, 90 и свыше 90 килограммов. Также определяют абсолютного чемпиона. Самое предзрелищное – это будет абсолютное первенство, где будут участвовать все. И приз на абсолютное первенство у нас – 100 тысяч рублей. Но по остальным видам весов у нас идет 30, 20, 10, соответственно, кто занял первое, второе, третье место. Первый открытый турнир позволит популяризировать национальный вид спорта в Мирненском районе. По мнению главы города, масс-рейслин должен развиваться наравне с волейболом, хоккеем и вольной борьбой. В этих целях турнир намерены сделать ежегодным. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. На этом у меня все. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин